Девушки отдыхают Такая ночь случается только раз в году Говорится в официальном пресс-релизе Рассказывается Что за ночь нас Юля у нас как духовный вдохновитель Это сейчас про себя или про Юлия инушайтера? Я про Юлия инушайтера На самом деле мы участвуем В этой акции, она всероссийская В этом году в третий раз Но первый раз в стенах своего театра Именно в театре, да И акция началась 6 лет назад В Москве Она стала ежегодной По городам и весам Распространяться и множиться И это одна из тех ночей То есть у нас проходит традиционная ночь библиотек Ночь музеев И вот в ноябре ночь искусств Вы решили, что вам мало того времени Который вы в театре проводите И вы еще решили ночь искусств Еще до кучи сюда присовокупить Невозможно расстаться У нас в этот вечер Будет сначала вечерний спектакль Мы решили, ну зачем расходиться Когда впереди ночь И решили прям до 11 Суббота, 3 ноября Да, да Может быть даже и дольше получится Но там как получится Вообще мы просто решили Даже это сделать именно ночью Потому что зачастую название Ночь искусств, ночь библиотек Это не совпадает с временем суток Мы решили как-то все-таки Сделать более такое Фактическое и буквальное То есть нас год назад И два года назад Приглашал наш университет Мы в арт инженериуме Читали пьесу В библиотеке Герцена Но в этот раз мы поняли Что мы не расходимся В то время, когда мы можем Пойти куда-то в гости И сделать, например, читку У нас спектакль вечерний И как быть Мы поняли, что мы можем Только после 9 вечера А в это время По всему городу Уже ночью все закончатся К этому времени Ну кому конкретно идея принадлежала Кто пришел к директору и сказал А давайте Женсовет пришел Женсовет театра на Спасской Главный художник театра Катерина Андреева Режиссер Наталья Красильникова Мы с Юлей Катей Масленниковой Наш театральный педагог Мы сказали, что нам не живется спокойно Давайте в этом году Все были, конечно, счастливы Нам пообещали ночную развозку То есть в театре ночевать никто не останется Владимир Иванович почесал затылок И сказал А, шут с вами Он лег как на подъем На самом деле Поэтому, в общем-то Даже ему чесать Особо ничего не пришлось И он согласился Он всегда поддерживает Все безумные Владимир Иванович Будет отведена роль Я читаю Будет отведена роль Господи, как-то слово-то подобрать Хозяин дома Хозяин дома Он будет встречать всех, кто придет Стойте, подождите Так, чтобы мы свой Между собойчик вывели Просто Вывели Там на уровень города Как минимум Давайте сразу скажем Нашим слушателям Что 3 ноября В театре на Спасской Состоится ночь Искусств Которая доступна Для посещения Кого, кому В какое время Свободно Всем, кому исполнилось 16 плюс 16 плюс Раз Вход свободный То есть мы ждем всех И по всей стране Эти акции Они всегда бесплатны Потому что основная идея Привлечь как можно больше людей И расширить доступность театров И учреждений искусства Единственное, что вот 16 плюс У нас же комендантский час действует И до 18 лет В это время без сопровождения взрослых С 22 нас как вспомнил В зимнее время Там да Есть нюанс Поэтому если 16 плюс То берите родителей И приходите всей семьей В 21 час В 9 вечера Сразу после спектакля вечернего Начнется Собственно Начнется Собственно Вся череда мероприятий На площадке На разных площадках Театра на Спасской Фот свободный 16 плюс С родителями После 18 Без родителей И что же нас ожидает Нас ожидает Много интересного Как это принято говорить Вообще Вот обычно спрашивают Будет ли какое-то расписание В какой час начнется Вот это Вот это И вот это Не будет У нас все одновременно Одновременно В гардеробе будет встречать С самого начала Директор театра гостей В смокинге В фраге с бабочкой Он будет принимать одежду Да Вот Он усыпь обещал Да Конечно Наши служители Гардероба Будут ему помогать Потому что Мы надеемся Что придет много гостей Это на самом деле Тяжело Конечно Вот И дальше уже На всех площадках На разные площадки Да А как человеку Сориентироваться Что дальше Это делать Он пришел Верхнюю одежду Плюс указатели Мы будем Таблички с локациями Там 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 Например Ну мне кажется Человек Который заходит В театр Отдает свое пальто Владимиру Ивановичу Грибанову И он сразу увидит Например Что в буфете Он Это будет такое Импровизированное Кабаре Не кабаре Какое слово В буфете будет 18 плюс В 9 вечера На что внимание Обращать на буфе Это конечно Мы там Увидим сразу Что действие Здесь происходит Здесь происходит А те локации Которые скрыты Туда уже будут Ввести указатели Например На малой сцене Будет стоять Теннисный стол И наши артисты Александр Трясцен Алексей Хорев Александр Карпов Сыграют со зрителями В пинг-понг Вот На другой площадке У нас Например Елена Васильева И Александр Королевский Будут читать Станиславского Моя жизнь в искусстве Возвращение к основам То есть Ночь искусства Станиславский Для тех Кто любит Более такой Камерный отдых Поэтому мы и не стали Делать вот такого Расписания Что в этот момент Вот это В этот момент Но чтобы никому Ничего не приходилось Пережидать То есть Каждый выбирает Для себя Что ему интересно На большом экране При закрытых дверях Будет показываться Ретроспектива Старых спектаклей И одновременно Роман Цепелев Наш любимый композитор Музыкант Будет играть Свою музыку Так что Прям везде 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 И сцена И фойе И нижнее фойе Буфет И малая сцена Все будет Занято разными Действами Давайте про старые спектакли Поподробнее Эту подборку Делает наш Звукорежиссер Вячеслав Мамонов И максимально старые Видеозаписи Которые сохранят Видеозаписи Видеозаписи Да Он сделает Нарезку из них И мы сможем увидеть Тех артистов Которых сами Не знали Сами не видели Но Мне кажется Это очень важно Не забывать Свою историю И возвращаться К тому С чего мы начинали Насколько старые постановки Еще не знаю Советского периода Да То есть раньше же Именно которые игрались в Тюзе Да Раньше же ГТРК Приезжали и записывали Все спектакли Была целая такая Ну раньше популярный был Жанр Да Именно видео спектакли Да Телеспектакли То есть это будут Не спектакли Такого последнего времени Условно говоря Там Бориса Дмитриевича Или Александра Павловича Клокова Это более старые Вот все Которые сохранились Мы из них Сделаем Часовую нарезку Ну то есть это будет Повторяться Там скажем Сама Нарезка будет 15 минут И зрители Смогут Прийти Увидеть Вспомнить Или не вспомнить А погрузиться Узнать Да Вот При этом За За экраном Который будет Повешен на Авансцене Будет происходить Размонтировка Вечерней Декорации Потому что Четвертого числа С утра У нас утренний спектакль Работа будет продолжаться Она не останавливается 15 минут хватит Для того чтобы Увидеть Освежить В памяти Те спектакли Можно прийти И погрузиться И в прошлое И в настоящее И даже в будущее Театр Буквально в завтрашний день Заглянуть И такое Как говорят Slow struggling around То есть Медленное Шатание Вокруг Разных площадок По театру Для того чтобы Ощутить В полной мере Его атмосферу Ожидаете Большого количества Большого количества Участников Как это обычно Проходит Я вот ни разу Не была На подобной ночи Две предыдущих Ночи искусств Проводили В библиотеке И в университете На читках То есть вообще Это пользуется Огромной популярностью И какие-то Невозможные Толпы зрителей Приходят И ходят И смотрят И вкушают Они могут не приходить В театр В библиотеку Или в музей В течение Всего года Но вот эти ночи Они привлекают Огромное количество Зрителей И вот в прошлом году Для нас Это была полная Неожиданность Режиссер Алексей Зимин Делал читку С нашими артистами Пьеса Техническая неисправность В арт инженериуме Это была Самая последняя Финальная точка ночи Был Переаншлаг И так как Аудитория Она физически Ограничена Стеной Ты не вместишь туда Больше Чем влезет людей Больше половины Зрителей Не смогли попасть На читку Из тех Которые хотели То есть Переаншлаги В библиотеке Герцена Мы читали В литгостиной Там не так много Места Сидели на подоконниках Сидели на скамейках Все свободное пространство Было занято Каждый свободный пятачок Вот да Там Как на Любимовке Говорили Осталось место Для одного Очень худого зрителя Так вот На наших читках Обычно так и остается Поэтому мы конечно ждем Что будет очень много людей Мы собрали все стулья Из всего театра Которые можно быть Мы их поставим На время спектакля Фойе Чтобы оперативно Вот это Зрительское пространство Организовать Ну И подобрали Совершенно изумительную пьесу Изумительную пьесу Давайте о ней уже поподробнее После небольшой паузы 12-16 на часах Прервемся на полминуты Юлия Нашайт Юлия Беляк Наши друзья Из театра Наспаска Рассказывают Что нас ждет 3 ноября После 21 часа В театре Это будет Ночь искусств И мы добрались До пьесы Читка Которая состоится В это время Да Читка начнется В 10 вечера И она станет Кульминацией Вот этого праздника Праздника встречи с театром То есть все остальные площадки Закончат свою работу Да В 10 часов вечера С 9 до 10 Будут работать Множество локаций Точек И так далее А в 10 вечера Мы всех позовем В фойе второго этажа Наше большое И там уже будет проходить Читка Пьесы Итак пьеса Пьеса огонь Пьеса про искусство А мне кстати неизвестно А кому пришла Именно эта пьеса Ну мы выбирали Нам хотелось Взять пьесу В этот вечер Либо о театре Либо об искусстве И перечитали Перечитали Которые Которые собственно Спорят за современное искусство И так как это очень попадает В тематику ночи И в эти бесконечные наши споры Да А что есть современное искусство Что можно считать Современным искусством И не является ли это Там что-то Профанацией И мне кажется С одной стороны Это очень человечная история Да Мы видим их отношения Их Историю их дружбы И Это очень приятный юмор Которые Он мягкий Такой изящный Интеллектуальный юмор Пьеса при этом Она репертуарная Ее поставили Ставили в театре Маяковского Она идет в БДТ То есть это Не то что мы Открыли какую-то пьесу Нет мы взяли такую Которая уже Театральная Россия известна Но нам кажется Что наши артисты С удовольствием Ее прочитают для зрителей Можно я про автора-то скажу Пару слов Ясмина Реза Автор этой пьесы Это французская актриса Театра и кино Драмантург Прозаик Пьеса Которая будет читаться В ночи искусств Театрина Спасской Называется Арт Написана Я смотрю В Википедии Была в 1994 году И между прочим Она собрала Несколько премий Да Премия Мольера Премия Лоренса Оливье Премия Тони О Известные вещицы В театральном мире Да Очень заслуженные Итак Трое мужчин Какого возраста? Не молодые Не юноши Один из них Они в общем состоявшиеся Товарищи в жизни Один из них Инженер Один из них Врач Герматолог И один Менеджер по продаже Вполне себе Современная Ситуация Такая Вот ощущение Что пьеса Не в 1994 Написана А там Край в 2014 Она настолько Современна Даже по темпу Языка По темпу речи Она У меня было Ощущение Что я читаю Вырыпаева Свежего Такого Хотя вот 1994 год Получается Уже больше 20 лет Назад Один из них Покупает картину За 200 тысяч Франков Абсолютно белую Уноваемая ситуация Уже правда? Да О чем говорят Мужчины Да Они может оттуда Это вот все У нас возникли Такие Какую картину Белую Абсолютно Чистый холст На самом деле Там Внимательный Зритель Может увидеть Какие-то оттенки Потому что Как говорят герои Белое может быть Более или менее Белое Вот И Смотрящим сравнивать Да Все оттенки белого В нашем В нашей читке Будут участвовать Артисты Александр Трясцен Алексей Хорев И Александр Карпов Они прямо С теннистного стола С ракетками Переберутся В фойе Я думаю Ну то есть Не хочется прям Раскрывать Пьесы На самом деле Доступны в интернете Кто захочет Он может заранее Где они сидят Эти трое мужчины Там Где они встретились Они встретились Встречаются по очереди У дома Сначала у одного Потом у второго Потом у третьего И они как бы перемещаются Там на самом деле Действуют Фигурируют В пьесе Три картины Это вот собственно Белый шедевр Современного искусства Это пейзаж В фламандском стиле И это работа Которую нарисовал Папа Одного из героев И когда два друга Говорят Это твоя мазня Над камином Друг обижается Уходит Ты знаешь Вообще-то Это нарисовал Его отец Неделикатно Неделикатно И вот вопрос в том А что нам ближе Нам ближе Сохранить Ну как бы Детские рисунки Например Наших То что мы выкидываем Не смотрим В чем искусство Где оно Что нам ближе Что вызывает отклик Ладно Серединку пропускаем Чем заканчивается Вся эта история Можно хотя бы Намекнуть Морды друг другу надели Хэппи-эндом Да Да Дошло до этого Дошло до этого Ну и Видишь я даже не сообразила Что это могло быть Пьесе о современном искусстве Обязательно кто-то должен Обить друг другу Морды Орекшин Он-то должен Как это быть Ну как Ведь споры об искусстве Они доходят до каких-то Иногда и крайних проявлений И они бесконечны В любом времени Семьи распадаются Союзы распадаются Дружеские связи распадаются Мы вот сейчас спорим с одним Очень известным театральным критиком По поводу одного из наших спектаклей Просто вот На полном серьезе С валерьянкой С каплями Так что это Мне кажется Если искусство не вызывает Живого отклика Это одна из целей Безусловно Вызвать споры Вызвать дискуссию И докопаться Колоссальное удовольствие И зрители Это в общем-то Пьеса Получившая Множество премий Да Она поставлена Ведущими театрами России О чем спорить То есть там нет повода Если ты берешь Например Какой-то Острый материал Да Сейчас например Вот недавно Закончилась Любимовка И когда Тексты Взрывающие Какую-то конвенцию О том Что такое Пьеса Как она Там Может ли Одно предложение Быть пьесой Да Там есть повод Поговорить И обсудить Это А здесь Мне кажется Вопросов нет Таких вот Чтобы Разговаривать Мне кажется Задача этого вечера И этой читки Просто Чтобы все Получили удовольствие От театра От работы артистов Чтобы после вкуса Осталось приятным Да Не будем пережевывать Хорошо Складывать по полочкам Анализировать Ну в общем Картина сложилась Да Что будет происходить С 10 вечера В театре на Аспасской В рамках ночи искусств Давайте поговорим еще о том Что до 10 вечера Мы еще про музыкальную составляющую Не упомянули Будет музыка Будет Джаз Дуэт Анна Демчук Наш замечательный Помощник режиссера У них есть Свой джазовый Дуэт И Выступают они На разных площадках И в библиотеке Герцена В кофейне И по-моему В Галдинге Сейчас они выступят у нас Дома так сказать Аглая будет читать Свои стихи Да Совершенно верно Аглая Славьева Вот мне кажется Последнее время Я Всегда же Как у Пушкина Болдинская осень Какие-то переводы И вот те тексты Которые я вижу Последние стихи И ее Очень мне кажется Сильные Пронзительные Классные И мне лично Очень хочется Чтобы она Почитала И новые Тексты Свои Но Это взросление Поэт Или что это О чем это Говорит Нет У нее Я не говорю Что они Прям Да Как-то Иногда Более Ложится Менее И вот Я с огромным Наслаждением Читаю Именно последние Тексты И мне кажется Такая Возможность Когда ты приходишь В свои Свежие стихи Читаешь Зрителям Это здорово Тем более Про нее Не надо Рассказывать Ее не надо Представлять Потому что Аглая Она победитель И всероссийских И международных Поэтических Конкурсов Фестивалей И участник Множества Проектов И как бы В таком представлении Рекламе Не нуждается Ну вот Мой Друг Который Живет Во Владивостоке Художники Поэт Нет Во Владивостоке Он В фейсбуке Спрашивал Ребята У них там Большой Сейшн Они Пытаются Разобраться Чем представлено Современное Искусство В регионах И спрашивал Есть у вас Вообще Поэты Художники Сценаристы Драматурги И так далее В Кировской Области Ну в любом Другом регионе Современное И никто И вот И дальше Посыпалось По Кировской Области И таким образом Можно было Добраться До начала 20 века Судя по фамилиям Которые люди Приводили Я написала Аглаю И тебя Юля Поэты Драматурга Написал Потому что К сожалению Когда такой вопрос Задают Начинают Вспоминать Каких-то Классических Авторов То что Проходили В школе И еще Что-то такое Вот Ночь искусств Это замечательная Совершенная история Которая позволит Познакомиться С людьми Которые творят Сейчас Вот я Например Из тех людей Которые По По книгам По фильмам Даже И в интернете Не запомнят Людей Я могу Читать стихи Пьесы И смотреть фильмы Но у меня Спроси кто автор Или кто там Я ни за что Фамилию не воспроизведу Даже если она Очень известная Пока не встречусь Лицом к лицу Человека этого не узнаю Не подышу с ним Рядом там И не посмотрю В глаза Вот В этот момент И я Глай И Юлю Можно увидеть Воочию У нее Замечательная Совершенная Манера Я несколько раз Видела Как она это делает И это потрясающе То есть совершенно верно Что одно дело Это читать текст Как текст А одно дело Когда автор читает И она потрясающая В своем артистизме Очень естественно Темпераментно Вот Наслаждение Просто слушать ее И мне кажется Это будет Таким хорошим Началом вечера Потому что Она начнет Читать стихи Чуть раньше Мы думаем Что часть зрителей После спектакля Обыкновенное чудо Которое в этот вечер идет Захочет остаться На Ночи искусств А там будет перерыв 40 минут И поэтому Будет весь вечер Работать буфет И вот Аглая начнет этот вечер И мне кажется Ее энергия Ее талант Ее обаяние Дадут хороший старт В нашей Ночи искусств Ну вот это идеальная возможность На самом деле Не просто прикоснуться Что называется Поучаствовать в этом процессе Это ребята То что наполняет Нашу жизнь Вот этими самыми эмоциями Вот до самой До самой последней косточки Твоего организма Когда ты Рядом с этими людьми находишься Ты в процессе Ты обсуждаешься Со своими друзьями Знакомишься С какими-то другими Совершенно людьми Которые вот туда пришли Ты их ни разу не видел И все эти истории Которые вы сейчас В театре делаете И ваши акции Они конечно Заставляют вот жить Правда Наполнять свою жизнь Эмоциями Впечатлениями Друзьями Спорами Не знаю Доходит ли у кого-то драк Но вот это Она и есть Действительно Не просто Ночь искусства А жизнь Вот в искусстве Причем каждого человека Не только тех Кто творит это искусство Но и тех Кто его созерцает Кто его слушает И прочее Поэтому конечно Это совершенно потрясающая Возможность Прийти и пережить Незбываемые впечатления Я всех приглашаю Ну дайте мне еще возможность Расспросить Минутку-полторы Что такое крокодайл Это очень популярная игра Я просто не помню Это очень популярная игра Вы там тоже собираетесь играть В которой человек Например Тоже может в какой-то мере Почувствовать себя И артистом Пантомиму Да Пантомима Это безумно интересно Неужели вы не проводите Вчера вот так вот С друзьями Это игра Когда ты должен молчаливо Изобразить выражение Или слово А остальные должны угадать Ты не играл в эту штуку Что это? Все вспомнил Я не ожидал Что это именно так называют Ты приди И потом с детьми поиграешь У нас будет команда зрителей И команда артистов И будет возможность Посостязаться Да-да-да Игра уже лежит У меня в кабинете Ее принесла Наш педагог Катя Масленникова И артисты сейчас Начинают тренироваться Приходить в форму Что обидно же будет Проиграть Я вам хочу сказать Там есть некоторая опасность Тоже у меня есть знакомая девочка Которая сама изобрела игру И все время Она где-нибудь встречаемся Она не здесь живет На разных сессиях Она говорит Ну давайте поиграем Вот Она настолько высокоинтеллектуальна Она там задает такие вопросы И такие факты И такие фамилии Что с ней отказывается Даже профессор какой-нибудь Высшей школы экономики Играть И говорит Опять ты Нет-нет Мы не будем с тобой играть У вас в крокодиле Не будет таких страшных вещей И это не интеллектуальная игра Это скорее такая Живая Динамичная Очень легкая И очень приятная Очень приятная Давайте еще не обидим Сергея Юфирова У него будет выставка фоторабот Сергей с нами сотрудничает Третий год Он штатный фотограф театра И естественно Не все работы Скажем То есть есть премьеры Есть события А есть что-то в загашнике Да Он очень много наблюдает За внутренней жизнью театра За какими-то моментами И вот вчера он прислал Подборку тех работ Которые будут представлены на выставке Зачемило Они на экране будут Или распечатаны? Распечатаны Распечатаны Защемило действительно Потому что там Так получилось Я почему-то когда Эту выставку себе представляла Я думала что это будет Ну Пустая молчаливая сцена Когда никого нет Да Вот там что-то такое А там Сергей выбрал Люди театра Это Степан Пиктеев Которого мы безумно любим Скучаем Это Марина Карпичева Которая раз И возникает То есть это люди Которые сегодня работали Которые недавно были с нами И это Классный взгляд Очень талантливого Фотографа На наш театр И мне кажется Будет здорово посмотреть Сережа очень хорошо знает Наши слушатели По совместной работе В проекте Право на творчество И по большим работам На сайте Свой Кировский И в театре У него очень Пронзительный взгляд И с удовольствием Конечно Посмотрим эту выставку Спасибо коллеги У нас в гостях Был театр на Спаске Юлия Ныша Это Юлия Беляк Через короткое время После перерыва Итоги общественных слушаний По ремонту дорог в Кирове В 2019 году Дмитрий Печенкин подведет Говорит Киров Здравствуйте В эфире программа Говорит Киров Меня зовут Владимир Сметанин Я приветствую Дмитрия Печенкина Заместителя начальника Департамента городского хозяйства Администрации Кирова Дмитрий Александрович Добрый день Добрый день 25 октября В администрации города Прошли общественные слушания По ремонту дорог Событие было в частности Анонсировано на сайте Городской администрации В нем говорится В этом анонсе Участникам слушаний Предоставят информацию О реализации проекта Безопасные и качественные дороги В 2018 году Также на обсуждение Будет вынесен перечень Участков улич дорожной сети Которые планируются Отремонтировать В 2019, 2020 и 2022 годах Слушания прошли И сегодня подведем Основные итоги Основное, конечно Что вызвало Наибольший интерес Это список Перечень дорог Которые мы планируем Отремонтировать Уже в следующем 2019 году Это в основном Центральные улицы Это в основном Центральные улицы И мы изначально говорили И вчера на общественных слушаниях Обосновывали Вот такое направление На 2019 год Я вкратце Еще поясню сейчас Что у нас Данный проект Я напомню Он реализуется С 2017 года По 2024 год И в течение 2017-2018 года Мы должны были выполнить Определенные целевые показатели Соответственно Такой целевой показатель Для города Кирова Для всех субъектов Был установлен Не менее 50% Дорожной сети Должно было приведено К нормативному состоянию Соответственно Если говорить Простым языком За 2017-2018 год Нам было И то что выгоднее Нам удалось Отремонтировать Наверное Более узкие Более протяженные улицы Соответственно Вот те центральные Наши магистрали Как Октябрьский проспект Московская Воровского Ленина Производственные Производственные Вот самые широкие магистрали Они у нас За эти два года Наверное Больше всего И пострадали Соответственно Вот мы сейчас По факту видим Состояние Определенных участков На данных улицах Что где-то имеются И выбоины Где-то имеется Колейность Таким образом Мы предложили Вот на 2019 год Учитывая что мы Целевой показатель Первых двух лет достигли А ремонт Более широких улиц Он требует Соответственно Больше затрат Соответственно Меньшую протяженность Мы будем ремонтировать Но здесь площадь Покрытия Она увеличится И мы вынесли На обсуждение И в принципе Получили Одобрение Своей позиции Вот как раз Ремонт основных Транспортных магистралей Но я уже озвучил Несколько улиц Еще приведу Как пример Улица Маклина Улица Щерса Дамба от Старого моста В сторону Слободы Макарья Те улицы Которые у нас являются Можно сказать Дублерами для выезда Из города Как например Улица Темирязева Мельничная Улица Упита Улица Попова Ломоносова Часть улиц В Нововятском районе Так же То есть вот Этот перечень Он составляет Там порядка 20 Вот этих объектов Мы его Предложили для обсуждения Конечно же Данный перечень Он не затрагивает полностью Всю проблематику дорожную Которую мы Которую обозначили Жители Которые пришли Жители Общественности Которые пришли На общественное обсуждение Понятно Что всегда больше Спрос на ремонт Чем наши Текущие возможности Но тем не менее Вот эта позиция Администрации Я думаю Она большинством Была поддержана Потому что Центральными улицами Здесь в основном У нас ходят И общественный транспорт И автобусы И троллейбусы Каждый день Пользуются Тем же Октябрьским проспектом Наверное Не каждый Но большинство Жителей города Так или иначе Эта же улица Московская Эта же улица Ленина Она у нас Ежедневно Интенсивно Используется Не только Общественным транспортом Но и Транзитным И личным транспортом Жителей города Кирова Так То есть Это уже окончательно Вы проговорили То есть На сегодня С учетом процедуры Общественных обсуждений Мы Формируем Отчет По результатам Соответственно Мы в него внесем Все предложения Которые были озвучены Я скажу Что Таких предложений Поступило На самих обсуждениях Немало Вот активно Высказывались Опять же Жители микрорайона Ленгасова Там есть проблематика На определенных Участках Жители Навятского района Также высказывались Они всегда активно Особенно по дорогам Высказывают Своё мнение Будут ли эти мнения Учтены? Все Вот Все эти локальные Участки Которые были обозначены Либо те улицы Которые не вошли В основной перечень Мы отразим В отчете В любом случае Мы этот отчет Всегда прилагаем К изменениям В программу федеральную И На этих же Общественных обсуждениях Мы обозначили Следующий момент Что в любом случае Появится экономия При определении Подрядных организаций В 2019 году Как и в этом году Как и в прошлом году Как и в 2017 году На сегодняшний день Не зная Точного объема Этой экономии Наверное Рано будет Говорить Какие конкретные Объекты Войдут В данный Дополнительный Перечень Соответственно Мы отразили Что вот Те Участки Которые были Обозначены В том числе И на общественных Обсуждениях Мы Будем уже Рассматривать При формировании Как раз Дополнительных улиц Которые будем Планировать на экономию И соответственно Будет организована Дополнительная процедура Этих же публичных Слушаний Для формирования Как раз Данного перечня Ну все будет Зависеть от Того объема Средств Которые будут Сэкономлены на торгах Непосредственно Сами торги Сам ремонт В следующем году Когда это все Произойдет Будет ли ставиться Задача Как можно раньше На сегодня Дирекция дорожного Хозяйства Ведет Подготовительную работу По дефектованию Вот тех Улиц Которые были Обозначены Основных Которые у нас На 19-й год Предусматриваются Соответственно После этого Будет подготовлены Сейчас готовятся Уже сметные расчеты Я думаю Что в течение Уже Этого года И начала следующего Мы пройдем Все необходимые Процедуры По экспертизе Сметы По ремонту дорог Чтобы нам уже Я думаю Что в первом квартале Следующего года Провести Процедуру закупок Как это состоялось В текущем году Я напомню В марте этого года У нас были торги Уже проведены И В 20-х числах апреля Мы уже приступили К первым работам По фрезерованию Улицы Московской Соответственно Вот в таком же Сетевом графике Я думаю Что будем двигаться И на 19-й год Любопытный вопрос Дмитрий Александрович Хочу задать На фоне той Развернувшейся дискуссии Вокруг Октябрьского проспекта Я имею ввиду Да Октябрьский проспект Будет ремонтироваться Илья Вячеславович Шульгин Сетеменеджер Высказывался Насчет того Что Возможно Выделение Выделенные полосы Организации Вот это будет Как-то учитываться При ремонте В следующем году Или пока Как-то сложно Об этом говорить Ну на сегодняшний день Есть Поручения Главы администрации Вот На протяжении Последних двух недель Было несколько Совещаний В том числе С участием И средств массовой информации Мы это озвучивали Значит как раз По организации Дорожного движения На Участке Октябрьского проспекта Особенно Которая У нас Находится Где Размещается Бульварная часть Пешеходная часть От профсоюзной До Воровского На сегодня В дирекции Дорожного хозяйства Совместно С ГИБДД Мы С учетом Принятых решений Чтобы Вот Как бы сказать Синхронизировать И движение Транспортных средств Не создавая Помех Пешеходам Значит Готовим Уже Можно сказать Мероприятия Типа организации Дорожного движения Но это в первую очередь Будет связано с установкой Технических средств Организации Дорожного движения Где-то это Светофорные объекты Где-то это Дорожные знаки Где-то это Режачие полицейские Все что связано С безопасностью В том числе Передвижение пешеходов Через проезжие части Там еще была идея Возвысить Пешеходные переходы На проезжие части Это сейчас Вся конкретика Она по каждому Перекрестку Это в основном Проблема Как раз Перекрестка Где идет Пересечение Октябрьского проспекта С второстепенными улицами По каждому Как раз Перекрестку Мы сейчас Это все и просчитываем То есть Синхронизация будет В целом Принято На той неделе Было решение Как раз На рабочем совещании Что Глава администрации Поддержала Звученное решение Мы Сейчас Как раз На такой Грубо говоря Рутинной стадии Формирования Именно Проектов Организации Дорожного движения По каждому Перекрестку В том числе Эти все мероприятия Мы должны Согласовать С ГИБДД Чтобы в последующем Их реализовать То есть Мероприятия 2019 года Они в первую очередь У нас на сегодняшний день Будут Предусматривать Ремонт Того Дорожного покрытия Ну Не готов сейчас Сразу говорить О выделении Отдельных Дополнительных Полос Потому что Это в любом случае Мероприятия связаны С реконструкцией Уже Сети Дорожно-Октябрьского Проспекта Ну вот С учетом Всего обозначенного Мы сейчас Как раз Этот вопрос Прорабатываем Когда будет Окончательное решение Уже будет Проект организации Дорожного движения Мы его Озвучим И Чтобы каждому Было понятно Уже сама система Передвижения По Октябрьскому проспекту Как пешеходам Так и водителям Общая сумма Которая в следующем году Планируется К освоению На ремонт дорог Она уже известна Плановая сумма Которую мы планируем Которую мы планируем На ремонт 2019 года Я напомню Она состоит Из трех источников Это в основном Федеральный бюджет Пластной бюджет И софинансирование Местного бюджета На сегодня Эта сумма Составляет Один миллиард Сорок пять миллионов Рублей Это сопоставимо С нынешним годом Это немножко поменьше Но в принципе Необходимая сумма Чтобы сделать Как раз Те объекты Которые мы заявляем Понятно Что Я думаю Что мы бы И большую сумму Могли Принять для работы Но на сегодня Вот по доведенным цифрам Которые Мы имеем Вот на эту сумму Мы ориентируемся Спасибо На этом заканчивается Время нашей программы Дмитрий Печенкин Заместитель начальника Департамента городского хозяйства Администрации нашего города Всего доброго До свидания Спасибо До свидания Говорит Киров